Да, я создал новый Телеграм-канал и новую Телеграм-группу. В нашей анимации эти глаза будут мешаться, поэтому их надо устранить, уничтожить, понимаете? И понимаешь, сижу я вот сейчас, перелюсь, я тебе видос, а мог бы играть в Майнкрафт. Также вы можете там куда-то поворачиваться и всякое подобное. Ноги также, вот видите, я ноги там поставил, вот тоже их можете немного повернуть, куда-то вправо-влево немного. И всё, в принципе, можете смотреть, как я сейчас анимирую. Всем привет, сегодня с вами я, Грейт ТВ, и сегодня я вам покажу, как делать Майнкрафт-анимации на телефоне в призме 3D. Ну а перед началом ролика тебе нужно подписаться на мой Телеграм-канал, чтобы не пропускать важные новости, ну или хуйню. Ссылка в описании. Включаем наше любимое приложение призме 3D и не забываем оставлять там отзыв. После того, как мы скачали призму 3D и оставили там отзыв, сразу бежим качать редактор Майнкрафт-скинов. И также не забываем оставлять там всеми любимый отзыв. После того, как мы скачали всё самое необходимое, естественно, уже переходим в мой Телеграм-канал. Потому что именно отсюда мы будем качать Майнкрафт-рик для анимации. Чтобы не копаться во всех этих постах, мы должны нажать на закреплёнки. После того, как мы скачали нашу рик-модель, сохраняем её в загрузке. А теперь переходим в наш проводник. Если же у вас нету проводника, то советую скачать RC-проводник, ну или же на ваш выбор. Дальше мы нажимаем внутренняя память, давный лайт и Телеграм. Среди всего этого мусора можно найти GR Models. Это и есть наши модели. И да, вы не ослышались. Модели. Там есть мужская и женская модели. И этот Zip-файл нам нужно распаковать, но для этого я его перемещу в более удобное место. Если же что-то непонятно, то просто наблюдайте за тем, куда я нажимаю. Чтобы распаковать Zip-файл, мы зажимаем на него. После чего нажимаем на три точки в правом нижнем углу и нажимаем распаковать V. И дальше нажимаем ОК. А теперь нам нужно найти распакованный Zip-файл и зайти в него. Как можно увидеть, здесь есть текстуры и опять же GR Models. Для чего нужны эти текстуры, объясню я вам позже. Далее мы заходим в GR Models и здесь можно увидеть два типа моделей. Женскую и мужскую. Но пока нас интересует только мужская модель, поэтому загружаем ее. Чтобы загрузить нашу RIG-модель, мы должны зайти в нужный для нас проект в Prism 3D, после чего мы сворачиваем Prism 3D. То есть не закрываем, а сворачиваем. И сразу же после этого мы заходим в RCE-проводник, нажимаем на нашу RIG-модель, то есть файл, и нас перекидывает в Prism 3D. А если же вас не перекинуло в Prism 3D и дали такой выбор, то мы выбираем Prism 3D и нажимаем либо всегда, либо только. Ну на самом деле без разницы. Ну а если же вы настолько тупой, что не поняли ничего и сказанного мной, тогда просто наблюдайте за моими действиями и повторяйте. Ну то есть смотрите, сейчас я захожу в Prism 3D. Ждем пока она загрузит. Я создаю новый проект, или же захожу в тот проект, который мне нужен. Вот, на данный момент я создал новый проект. Теперь я сворачиваю Prism, ну не выхожу из нее. И теперь нажимаю на GR-модел, ну, mail 4.0. И импортирую модель. Все, она загрузилась. Если же вас не перекинуло в Prism 3D, а показывает такую вот фигню, то вы нажимаете на Prism 3D и нажимаете либо только, либо, блять, либо только, либо всегда. Ну, в общем, вы поняли. И также импортируем нашу модель. После того, как мы загрузили нашу GR-модель, мы сохраняем проект и заходим в редактор скинов. И наша цель закрасить глаза. Да, не стереть, там, ну, сами понимаете, а именно закрасить. Лично я, чтобы закрасить глаза, выбираю предмет-пипетку, клонирую какой-нибудь цвет кожи и зарисовываю свои глаза. И после того, как я закрасил глаза, я сохраняю свой скин в галерею. Пришло время загружать наш скин. Чтобы загрузить наш скин, мы должны нажать на любую часть тела нашей GR-модели, нажать на материал, нажать на текстуру, дальше на плюсик. И далее в галерею. После чего мы загружаем наш скин. После загрузки скина у нас появляется вот такая вот черная фигня. И чтобы убрать ее, нам нужно нажать на три полоски в правом верхнем углу, после чего нажать на кнопку домой и зайти в настройки. Мы видим тут настройки качества редактора, нажимаем на его настройки и меняем с авто на высокий. После чего, опять же, заходим в наш проект. И как можно увидеть, эта черная фигня пропала. Ну, а сейчас мы рассмотрим геометрические предметы Prism 3D и инструменты для работы с моделированием. Короче, мне что-то дальше лень озвучивать, поэтому давайте уже я включу все как было, ну, то есть при записи, как я говорил. Я вот это сейчас включу и буду вот, ну, как бы, будете слушать то, что я объяснял на записи. Смотрите, мы можем поставить куб, давайте я вам проведу такой мини-туториал по моделированию, что ли. Вот, у нас есть две таких, ну, как сказать, хрени, фигни. Мы нажимаем, ну, вот, на моделирование, и вот здесь вот у нас есть несколько вот таких вот кнопок. Давайте вот, смотрите, вот эти ползунки отвечают за то, чтобы, ну, вы поняли сами уже, передвигать предмет. Вот эта фигня отвечает за то, чтобы, к примеру, увеличивать какую-то из этих полигонов. Ну, то есть вы можете деформировать его там и так далее. Также вы можете, я не знаю, что это такое, а, вот, также вы можете этот полигон разделить на еще два полигона. Ну, или, точнее, куб вообще, ну, разделить, вот, смотрите, что у нас получилось. Также вы можете, ну, всего один полигон разделить на... Нет, вы не можете, я что-то попутал, походу. Ладно, также вы можете создать еще один полигон, нажав на эту кнопку, и такими темпами вы можете создавать все больше и больше полигонов. Ну, сами понимаете, для чего вам это. Вот, в общем, прям здесь можно и анимировать, ой, анимировать, моделировать его, да, как в блендере. Дальше у нас, ну, такая вот, дальше у нас такая фигня, кнопка, которая отвечает за края. Вот, как видите, мы уже здесь деформируем всякие края, правильно. И здесь можно, смотрите, если удалить полигон, ну, да, здесь можно удалить полигон, нажав на крестик и нажимаем обратно на края. Вот эти края можно соединить и тем, ну, как сказать, так можно починить полигон. Смотрите, здесь есть первый тип кнопки, это вот этот вот, как бы, кружок. Он автоматически соединяет самые ближние края, ну, можно так сказать, и они соединяются. А также можно выделить два полигона. Смотрите, вы выбираете один полигон и выбираете еще один полигон. То есть вы зажимаете на первый и можно зажать на второй. Ну, или просто, смотрите, зажимаете на первый и нажимаете на второй. И вот вы выбирали два полигона и у вас, ну, высвечивается такая вот кнопка. Вы нажимаете на нее и у вас появляется еще один полигон. Дальше у вас, ну, есть такие вот уже точки, ну, как бы, кнопка, которая отвечает за точки. Я не знаю, в чем они, ну, как бы, я знаю, да, вот точки, точки, да, но просто их можно удалить, улив, еще три полигона. Так же, как и вот, ну, как с углами, да, удаляешь один угол, удаляется несколько полигонов, тоже по два полигона. Вот это вот кости, это, я не знаю, будем разбирать или нет, но это уже, ну, я не буду вам объяснять. В общем, ну, ребят, это уже можно посмотреть отдельные туториалы по призму 3D, возможно. А здесь вы найдете. И давайте я вам покажу, как, ну, работают, к примеру, материалы. Смотрите. Ну, вот мы создали, да, вот, у нас есть какой-то хз материал. Мы можем нажать сюда, ну, на плюсик, тем, ну, самым создать новый цвет, там, материал, да. Мы можем так вот поставить, поставить на него текстуру, ну, также потом покрасить ее. Мы можем здесь изменить что-то, да, также мы можем изменить сами, вот, то есть, мое любимое, вот, как я делаю, вот, такую вот графику, да. Здесь можно, ну, убрать вот такой вот эффект, зеркальность, также потом добавить тут гладкость. Ну, здесь, в общем, можно все настроить под себя. Здесь можно, здесь даже можно делать шейдер, сейчас, ну, как шейдер. Вот, я вам, ну, как сказать, что-то тут, по-прому, сделаю вам, ребят, и покажу вам. Вот, грубо говоря, смотрите, здесь можно делать вот такую вот графику, ну, то есть, неплохую, правильно. И у нас вот получится такой черный куб, на котором будут вот такие вот, ну, вет, вот такое. Я вам, ну, не буду объяснять, как это делать, или вы можете просто посмотреть, что я делал. Ну, я вам оставлю там в конце видео вот такой вот отрезок. Сами, в общем, увидите. В общем, удаляем вот эти вот лампы, потом объясню, как их поставить, и как все работает. В общем, смотрите, здесь есть тоже таких три вот, ну, таких типа, что ли, ну, перемещения там. В общем, смотрите, у нас тут тоже есть три кнопки. Первая отвечает за то, чтобы перемещать. Вторая за то, чтобы поворачивать. Третья за то, чтобы деформировать. Ну, увеличивать или уменьшать. Так же, ну, так же, как вы видите, здесь есть две вот таких вот кнопки, которые отвечают за то, чтобы, ну, отменить действие или вернуться на то действие. Ну, вы сами понимаете уже, да? Так же, если нажать сюда на середину, то можно уже его увеличивать. Или так же вот здесь работать, да, вот можно ему вот так вот крутить. Ну, вместо того, чтобы включить. Или так же вот здесь, ну, как бы работает здесь так же. Так же, ну, я вам уже показывал. Смотрите, здесь есть, так же можно сделать прозрачность. Так же здесь есть трансформ, то есть можно перемещать с помощью вот этих штук. Можно увеличивать. Ну, сами понимаете. Можно его вот так вот вернуть на начальное место. То есть, везде поставить просто нули, кроме масштаба. И, ну, давайте еще берем несколько штук. А здесь нажимаем на вот этот квадрат. Так же здесь имеется сфера. Здесь имеется цилиндр. Здесь имеется вот такой вот план, который можно использовать в плане, ну, пола, да, там. И так же здесь можно... Ну, так же здесь есть пирамида. Так же здесь есть текст. Ну, давайте вот я вам сейчас напишу. Понятно, ну, здесь несколько шрифтов для нескольких этих языков. Здесь так же можно поменять там материал. Ну, в общем, мы поделили, да. И так же здесь есть вот такая вот типа кнопка больше, где можно скачать бесплатно вот такие вот штуки. Но так же можно приобрести любую модельку на сайте Sketchfab. Это бесплатный сайт. Ну, как сказать, там можно скачать много чего бесплатного. Ну, и давайте все это удалим. Давайте удаляем, удаляем, удаляем. Итак, давайте я вам покажу, как, ну, по-быстрому, как сделать анимацию. Кстати, я не знаю, что это за фигня. Смотрите, что она делает. Мы выделяем вот так. Она может либо удалить, либо если мы с другой стороны сделаем, то она просто копирует этот куб, ну, вы поняли уже сами, как. Вот, да, вот так вот работает. Смотрите, чтобы анимировать, мы должны нажать вот сюда. И мы можем, ну, вот этот будильник, вы видите, да, и кадр 0. Смотрите, у нас здесь, да, есть кадры. Но если добраться до какого-то там тысячного кадра, то у нас просто уже может начать вылагать. Итак, мы нажимаем на этот вот будильник. И, к примеру, перемещаемся на, перемещаемся на кадр с 3, ну, 30. И вот, да, смотрите. Теперь мы перемещаемся на кадр 0. Давайте еще сохраним. Потому что призма может прилетать. Поэтому я всегда сохраняю. И вам советую. Смотрите, и мы видим, как, к примеру, куб переместился. Также мы можем его, ну, поворачивать, да, деформировать. И так вот, смотрите. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все, у нас он и повернулся, и переместился, и увеличился. Давайте, значит, ну, выключим. Что там у нас? Заглаживание. Вот, все. Теперь у нас все, ну, нормально, не размыто. И давайте я для красоты возьму вот этот план. Увеличиваю его, ну, нажав на середину и потянув в любую сторону. Ну, кроме, ну, вы поняли. Его можно как и увеличить, ну, как и уменьшить, как и увеличить. И давайте я возьму. А, кстати, давайте я вам покажу. Также здесь есть предмет камеры. Значит, вот, вы нажимаете вот сюда на камеру, либо нажимаете вот сюда на камеру, вот сюда два раза. Ну, то есть, смотрите, вот сюда два раза. Или вот сюда, ну, тоже два раза. Можно его как скрыть, можно его переименовать. Ну, вот эту вот камеру. Ой, давайте переименуем. Здесь можно сделать, ну, такую же камеру. Потом здесь можно, ну, сделать группу, в которой будет находиться камера. Давайте вытащим эту камеру вот сюда. Также здесь можно, ну, смотрите, мы потерялись, да? Мы нажимаем вот на камеру и нажимаем на центр. Блин, честно. Вот. И мы, ну, сюда смотрим на камеру. И можно также удалить. Итак, смотрите, как пользоваться камерой. Мы можем залезть в нее, то есть, в камеру. И мы теперь будем двигать в ней, ну, двигаться, и камера, как бы, мы будем двигать камерой. Смотрите. Ну, сами понимаете, ее можно как-то двигать, можно ее как-то вот так вот. И так же ее можно двигать вот так вот. Здесь можно изменять поле зрения, то есть, вот так вот изменять его. Ну, сами уже понимаете. Давайте изменим на 45, как и было. 45. И так же можно изменить проекцию. То есть, в 2D видео или в 3D виде, то есть, вот так вот, красивенько, да, выглядит. И так же можно изменить фон, к примеру, на голубой. Прям как и моя ориентация. Вот, здесь можно сделать небо, и, сами понимаете, можно изменить, ну, в общем, цвет фона. И так же здесь есть, ну, вот такой вот, ну, как цвет, да. Мы можем изменить его как точка, как солнце и как прожектор. Давайте посмотрим, ну, на... Давайте для начала, смотрите. Мы создадим план. Да, вот. И вот эту точку приблизим вот к плану. Вот, как видите, у нас здесь светится, что давайте план сделаем немного вот таким вот серым, да, чтобы у нас отсвечивалось. И, смотрите, здесь можно увеличивать яркость. То есть, если нам недостаточно, ну, как бы, недостаточно далеко он светит, то мы можем увеличить диапазон. То есть, нажав на диапазон, и тем самым увеличив его даже до 200. И можем также увеличить яркость на 100. Просто... Ага, ничего не вижу, да? И так же можем, ну, как шейдеры, сделать тень. Просто вот этот вот ползунок погрузить сюда. И у нас теперь везде будут тени. То есть, его даже можно покрасить, можно его сделать красным. То есть, любым, любого цвета, в общем, какого вам только захочется. Дальше у нас есть такой предмет, как солнце. Давайте посмотрим солнце. Смотрите. Так у нас... Ну, вот я обычно пользуюсь солнцем. Ну, в своих анимациях, если я анимирую на телефоне, я вот сразу беру и делаю тень. Видите, у нас здесь все красивенько. Вот так вот можно повернуть его, да, там. Сами понимаете. Но солнца у нас нигде не будет. Это просто, так сказать, вот так называется, ну, предмет освещения. То есть, мы можем вот так вот его настроить, чтобы вот так светил красненько. Увеличить яркость немного. Ну, можем поменять цвет. Также немного на желтый. Чтобы было солнце. И вот так вот... Ну, давайте уменьшим яркость. Что это такое? Ну, в общем, у нас... Вот так вот у нас солнце. То есть, получается, в тени и все у нас есть. Все, что нужно. Дальше у нас есть такая штука, как... Прожектор. Ну, блин, время. Прожектор. Мы также его можем перемещать и так далее. Также можем менять цвет. Ну, давайте для начала посмотрим, как... Ну, как он светит. Смотрите. Давайте я вот... Сделаю его подальше. Значит, мы можем изменить как яркость. Вот так вот, да. Можем также ему придать, чтобы он давал тени. Чтобы, ну, от него исходила тень. Вот, как видите. Можем вот изменить, типа, как... Ну, насколько широко он будет светить. То есть, можем изменить также дальность света. То есть, диапазон. Ну, вы сами понимаете. И можем также изменить яркость и так далее. То есть, дальше все уже по стандарту. Дальше. Дальше. Теперь давайте начнем уже... С модели. Давайте начнем, типа, ее изучать. Давайте я уже заранее поставлю, ну... Белый план. Покрашу его. Все будет предмет солнца, чтобы было покрасивее немножко объяснять. В общем. После того, как вы загрузили модель. Ну, здесь, естественно. Вы, естественно, первым делом видите вот такую вот, как бы, менюшку. Ну, не менюшку, а заглавление, что ли. Мы просто нажимаем вот... Смотрите, где мой палец. Да, мы нажимаем вот сюда. И вот мы видим вот эту вот штуку. Мы нажимаем на нее удалить. Все, мы удаляем все, что у нас тут вот торчало. Ненужное вот это. Которое мешает. Мы можем увидеть здесь, как бы, типа, настройку... Настройку модели. Ну, то есть, давайте ее настроим. Смотрите. Вот. Я почему-то просто выбрал, чтобы сделать... Ну, чтобы вы сами поняли, да? То есть, можно ее поднастроить. Ну, смотрите, здесь также можно ее двигать и так далее. То есть, сейчас она у меня пока что сделана, ну, чтобы, сами понимаете, под меня. В общем, смотрите, чтобы поменять голову, ну, нам нужно, к примеру, давайте вот, к примеру, нажмем на... Ну, два раза нажимаем на эту вот голову. У нас тут высвечивается. Смотрите, мы ищем голова. Смотрите. Голова, голова, голова. Вот. Что это? Голова 1. Голова 1. Мы удаляем голову 1, и у нас остается вот эта голова. Теперь мы перемещаем не кость головы 2, а перемещаем саму голову 2. Ну, то есть, где-то вот. Вот так вот ее перемещаем. И это может понадобиться для, ну, для любого там скина, да, если у вас немного другой скин или что-то такое. С руками все, ну, почти так же, да. Все так же. То есть, мы нажимаем вот на одну из этих рук, ищем, нашли маленькие руки, удаляем их. Потом ищем вот эти вот самые обычные руки, и так же их перемещаем. Мы просто можем нажать, ну, мы просто можем нажать сюда, потом нажать сюда, трансформ, и вот сюда нажать на ноль, чтобы вы... Нет, мы не можем так сделать. Хорошо. Потому что мы можем их поставить вот так вот, да, вот вам по желанию. Но я обычно руки ставлю как-то, ну, вот так вот. В общем, ну, сами поняли. Вот так у нас получается. То есть, давайте вернемся обратно. Ой. Давайте я выйду. Я специально не сохранял. Потому что, смотрите, есть такой, я не знаю, что такое, типа баг или не баг. Ну, смотрите, если вы, например, заходите модель, а потом ее расходите, то у вас просто практически везде покажутся кости. Ну, практически везде. Давайте я выйду. Нахер. И все. Ладно. Давайте еще также удалим вот этот хлам. Для этого мы нажимаем сюда. Ищем второй слой. Вот этот вот удаляем. И удаляем вот эту узагу. Также здесь можно наблюдать эмоции. Ну, давайте вот я уберу уже вот эти руки, так как я вам показывал, как их настраивать и подобное. Уберем тоже вот эту голову 2. Так как нам все это уже не нужно. Я для себя уже настроил, да, по удобству. И первым делом мы можем заходить в второй слой. Ну, не ошибитесь. Смотрите, мы нажимаем на... Ну, смотрите, вот здесь второй слой из двух частей состоит. Так как он анимированный. Мы нажимаем на любую из этих частей. Нам высвечивает вот такой второй слой. И мы просто его хайдим, чтобы он не мешал нам. Мы можем здесь покрасить глаза. То есть вот так вот выбираем любой цвет. Для меня это будет карий цвет. А вот это вот у нас будет, ну, к примеру, красный, да. Какой-то такой, примерно красный. Также здесь есть вот такие вот кубики. Это как бы, вот, можно увидеть символы, эмоджи. Смотрите, мы здесь видим капля, лампочка и агрессия. Помните те текстуры, которые мы вначале, ну, то есть, при распаковке мы нашли какие-то текстуры. Вот их сюда нужно и вставлять вот. Ну, вы поняли, да, вот на эти надписи. То есть, вот это у нас, вот это у нас капля, вот это вот у нас лампочка, вот это вот у нас агрессия. И давайте вставлять текстуру сюда. Нажимаем вот сюда текстура и плюсик. Также мы заходим в галерею. Это у нас была капля. Ну, дальше уже ищем эти самые текстуры. Вот, мы нашли первым делом каплю. Дальше мы ищем лампочку. И дальше мы ищем агрессию. Агрессия. Потом покажу, для чего. Можем спрятать в голову. Ну, чтобы они, наверное, не мешались, правильно? И всякая вот такая вот чертовщина. И также здесь есть вот такая вот, ну, штука. Тоже там была четвертая текстурка. По типу, вот, это та самая тень на лице. Ей нужно придать текстуру. Давайте мы это и сделаем. Текстура. Добавить. Галерея. И ищем эту самую текстуру. Как получается, я ее нашел. Давайте посмотрим. Ну, как она работает. Смотрите. Ну, у нас пока второго слоя нету. И, то есть, у нас есть две такие кости. Ну, давайте эту вот не будем дробовать, да? И мы, ну, вот эта у нас кость находится сверху. Мы можем ее потянуть вниз. У нас получается вот такая вот тень. На лице. Ну, да, как видите, у нас здесь что-то паранормальное, что ли. Давайте ее немного подвинем, что ли. Вот, смотрите. Вот, все. У нас получается тень на ебле. Также мы можем подвигать эту кость. Но это уже на усмотрение. Так, давайте найдем вот эту вот кость нашу. Вот она. И можем также убрать эту тень на лице. Ну, то есть, давайте, вот сделаем даже е-анимацию. Давайте на кадр 30. И на кадре 30. Вот так вот сделаем тень. Ну, ой, блядь, цель. Тень на лице. Вот, как видите, у нас вот появилась тень на лице. Ну, это, знаете, в таких Джо-Джо моментах. Ну, или я не знаю, как ее назвать. Или даже если вам эта фигня мешается, также ее можно сюда вот убрать. Ну, в голову. Потом в нужный момент ее вытащить туда. Ну, просто залез в голову, да, найти ее вот здесь. Или также найти вот здесь в списке. И просто, ну, сами понимаете, уже переместить куда вам нужно. Итак, давайте вернем нам второй слой. Сейчас я объясню нам, ну, что, как работает второй слой. Ну, то есть, мы уже разобрались, как настроить модельку. Здесь можно настроить, ну, не настроить. Смотрите, здесь можно двигать волосами, да. Их здесь можно неплохо так анимеровать. То есть, неплохое сделано, да, придумано неплохо. Неплохо, неплохо вообще. Вот, то есть, их можно здесь реально неплохо анимировать. Доступно много чего. В общем, разберетесь. Здесь можно двигать головой. Вот это вот, это, не пробуйте, это, ну, это нам, наверное, не нужно. Думаю, не понадобится, в общем. Вот это у нас фигня. Это, ну, я не знаю, как вы ее используете. Но, смотрите, вы можете использовать ее для того, чтобы, к примеру, делать анимацию, ну, дышание. Я вам, ну, потом покажу. Также здесь есть, ну, эти самые пальцы. То есть, вот, смотрите, вот палец, вот палец. Ну, вот, короче, палец, да, вот здесь можно также подвигать. Вот, вот, ну, как будет, бл***ть. Вот, ну, и вот, вот эти все пальцы может подвигать. Вот, и вот это вот. Так, здесь, дальше здесь можно подвигать. Так же ногами. Вот так вот. нужно подвигать ими как видите вот так вот интересно так ты что надел лежит полевому сделал с этой рукой все так же то есть вот здесь мы можем так как бы дышать правильно вот это вот мы уже можем анимировать ну так вот чтоб нагинался или хорошо там делать любит также у нас здесь есть глаза то есть ну вот . посередине этому можем лихать глаза потом покажу как их анимировать и вот у нас здесь есть вот такая вот кость ой смотрите у нас вылетела и для этого случае я специально но специально все сохранял потому что у вас может вылететь и ничего не сохранится поэтому советую после каждого сара и шагов практически после каждого шага сохраняться такой извинна так вот у нас здесь есть такая вот кость которая отвечает чтобы ну за то чтобы закрывать глаза здесь можно увидеть здесь можно увидеть вот этот типа кость чтобы тоже ну сами поняли так вот я закрывать открывать и так далее ну так то есть делать эмоции минут веками так же как я вам говорил здесь можно делать анимацию с фасами и так далее так же здесь есть рот вот можно открыть закрыть и так далее ой что-то здесь не чистое смотрите в общем я вот увидел ошибку да потом как-нибудь это исправлю смотрите нам нужно вот это вот ой нам нужно скрываем второй слой то есть как мы это делали и нажимаем вот сюда нам нужно залезть вот сюда куда-то что здесь паранормальщина я нужно эту штуку покрасить в красный и тут в темно-красный все отлично просто не знаю почему она белых белых цветов наверное удалил делал типа оптимизацию но ей совершенно цвет удалил наверное ладно давайте вернем второй слой нормально также если давайте такие вот эмоции типа бровян вот смотрите бла-бла-бла-блада он также его повернуть и потус лишь ся но так не света наверно хотя не так может да да все можно разрешаю то ну короче вы поняли их вот эти штуки их нужно не поворачивать а именно двигать вот так вот ля-ля-ля что у нас дальше вот эти вот штуки вот эти вот кости которые я отметил эти вот их нежелательно двигать потому что это барьеры то есть нариситесь написано не трогать не трогать в бану в бан это уже скрытые классе это говорю вам не понадобится в анимировании вот здесь вот здесь можно сделать типа анимацию сяки да ой смотрите всем покажу к меру можно улыбку сделать миру вот катя них в чем на улку мне получается я еще вспомнил смотрите здесь также можно двигать зубами смотрите вот это вот зубы у нас работу нужных подвигать надо до план давайте приступим к анимации ну в общем это наверное будет самым сложным я это обвести уже попозже ну сейчас немного отдохнул и опять приступлю дальше объяснить все но для вас это пройдет сейчас дальше буду объяснять что к чему и сейчас также я объясню что ну как настраивать женскую модель потому что я вам и сказал как мужскую настраивать как женскую настраивать я учета ну понимаете да забыл ладно давайте мы не будем выходить из призмы загрузим в тот же проводник ой проводник в проект и вот как раз сейчас заходим в наш проводник заходим внутренняя память и мы у тебя вот сохраняли как видите распакованный ну эту хрень короче заходим и вместо вот mail мы нажимаем фэйму то есть женская давайте загрузим вот она загрузилась как видите женская модель тоже вот все здесь я сначала все также ребят давайте удаляем удаляем ну как и на той модельки удаляем так сейчас нужно вставить чей-нибудь скин и блин давайте-ка я знаете чей скин ставлю ничей вот я просто сейчас интернета какой-нибудь рандомный я выбрал все таки вот это вот скин какого-то обовина мы давай мы доберем глаза вот так вот их сейчас захарасим ну сами поняли закрасим так я думаю вот это вот еще убрать наверно вообще лишнее это не пригодится вдруг там мешать будет сами понимаете вот так как это мы сделаем и так и запишем обовин так все отлично скачано ну короче скин скачен давайте мы его загрузим сюда давайте вот мы нажимаем на любую ну из частей тела и нажимаем текстура нажимаем плюс и в принципе все так же вот мы загрузили скин как можно вы как можно увидеть у нас здесь есть глаза тоже здесь есть ресницы сверху есть второй тип головы который нам стопроцентно не нужен ну и как и руки в принципе так давайте заранее уберем и все лишние детали вот это нам не нужно вот это второй слой прислали нам тоже не нужен вот эти нормальные руки нам тоже не нужны так что у нас вот эта голова нам тоже не нужна сейчас голова 2 вот отлично все мы убрали все самое нужное ну наверное и значит вы наверно спросите что это за хрени да почему они вот такие вот белые что такое вообще кстати это блин я такой гений я не знаю зачем я это сделал но типа вот знаете да это корешу типа о водах грудь вот здесь есть такая вот грудь и сделал такие большие на нахуй это ой это еще все же можно было их анимировать на сами понимаете кто я такой теперь обо мне больше знаете во всем вы наверно типа спросите что это за белые хрени да но как можно догадаться уже по вот этой вот ну как сказать по груди да это хрень типа висит значит это волосы правильно правильно так давайте сразу же но пока что не будем начинать с этих висящих волос а давайте сначала начнем все в общем давайте сразу удалим этим эмоджи потому что они здесь точно не нужны так как ну сам понимать мы уже здесь на этой модельке все смотрели на вот это вот мужской а значит женская она практически такая же только она чуть переработана как сказать там что-то добавлено знаете такое вот да в общем здесь нету такой фигни вроде по идее до пить и вот здесь по мужской есть ну чтобы штука чтобы можно было анимировать типа ты дышишь а есть я просто короче но я пока что не научился знаете делать такую женская как там сказать говорить называется короче это боль его тело ну тело там как там но талию он да просто талию не знаю где вот решил короче какую-то рандомную талию из какой-то рандомный рик модели спидеть и вот в общем что сказать сейчас я думаю о извините за на заматы короче здесь вот немного по идее другая функция а ну да нет хотя не функция в общем давайте вам все покажу или давайте скроем второй слой он нам мешает мужа смотрели волосы на втором слое давайте посмотрим ресницы я сделал ну то есть это те же самые ресницы но я их сделал поменьше то есть это те же самые ресницы только они поменьше что у нас дальше или почему они зеленые ладно похер но это потому что типа текстура из головы откуда-то там берется там где в общем ну и тоже здесь вообще должны быть волосы поэтому так сказать это типа текстура волос на самом деле на ресницах о ресницах полете забыл нет это брови точно короче вот это вот ресницы вы же запутался мы можем поменять ресницы смотрите то есть вот у нас ресницы 12 ресниц ну как что у нас здесь дохрена ресниц мы удаляем веру вот эти вот ресницы до меру я хочу поставить вот эти вот ресницы давайте их поставим и все теперь у нас не те ресницы а вот эти играть вот эти даже удалим потому что нам они уже не нужны и давайте теперь нет я наверно не буду присыпать как на строке груди потому что меня не очень устраивает большая грудь на них в бурсы и крест я даже это я забыл каких и ну да ладно давайте попрековывает настроим по барам но я не буду но я потом выберу потому что мне на самом деле не очень нравится такой я скромный человек ну-ка здесь как надо так сам понимать слишком большие бупсы дать вот так волосы немного подвинем ой куда куда вот увидите да как у нас на нахер и вы поняли это ну вот так вот можете поделать ну для всяких этих майнкрафт срача ха 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 ну давайте короче все я их убираю давайте удалим эти давайте загрузим висящие волосы ну то есть смотрите висящие волосы то есть на них тоже нужно загрузить текстурку нашего скина давайте найдем сейчас вот обовин но смотрите у нас тут место волос находится но вы поняли уже да то есть не волосы просто тот же самый слой да вот ну как бы просто тот же самый слон в общем смотрите сейчас объясню как сделать висящие волосы давайте заранее удалим потому что здесь у нас нету висящих волос и так смотрите а и также смотрите по идее по идее они все нормально просто думаем заглаживание это на все выключено смотрите сейчас мы заходим опять в наш скин эдитор но редактор скинов и сейчас мы в общем смотрите это как сказать стирать волосы это достаточно сложно вот что я могу сказать и у меня есть как бы так такой метод но интересный если ну как вы можете в общем смотрите вам нужно просто стереть все кроме вот этих вот волос но ой блять но почему я восклицательный сказал но смотрите я чтоб намного бой ну как бы вообще прям облегчить задачу вы должны без ну то есть чтоб не не тратить много времени на это вы должны скачать и без поинт дальше что нам нужно сделать смотрите мы берем ну вот наш скин эдитер берем алекс скин делаем пустой скин нажимаем ок мэри мы залезаем сюда отмечаем сюда ну вот белую такую штучку или даже можем красную вообще без разницы вот смотрите чтоб у нас был такой ну это место где что-то нужно оставить мы берем сохраняем скачивать ну типа вы скачиваем в галерею дальше мы заходим в и без поинт те кто не умеют пользоваться и без поинтом советую научиться если у кого если кто-то никогда не пользовался и без поинтом не знаю что есть такие я знаю а а дальше дальше я выключаю интернет нахер потому что но у меня лично лагает из-за этого смотрите мы загружаем этот скин без глаз и мы загружаем эту красную фигню то есть еще один скин вот видите это место ой так там еще и на втором слое что-то нужно главное давайте тогда так ну не там в принципе второй слой там не берет второй слой так что нам нужен только первый смотрите мы как делаем мы берем эту красную фигню берем ну вроде этот блин короче мы нажимаем вот на вот эти смотрите я не могу объяснить это новый короче просто следите за тем куда я нажимаю я нажимаю на эти три точки выбираю непрозрачность то есть получается что это выбрал это я выбрал эту красную фигню а теперь мы выбираем лассо и нажимаем вот сюда вот то есть теперь у нас выбрана нет и красная фигня а все вокруг этой красной фигни и мы переходим вот на вот этот вот слой и стираем проходите чески все то есть не стесняемся делаем нашу работу все дальше мы опять берем это лассо нажимаем вот сюда вот вот это удалите выбранная и как можно увидеть у нас остается только вот этот фрагмент брать удалим красненькую сохраним и заходим опять же в наш hd редактор очень легкий способ на самом деле если умеете пользоваться и спайнтом загружаем все как надо читать проверим все да теперь мы с тех мест мы стираем все кроме волос и ну как бы мы себе намного облегчили работу тем самым нам всего лишь нужно стереть волосы на вы сами уже поняли волосы только на одном сном ой блять нам нужно стереть все кроме волос только на одном слое вообще только вообще только на одном слое не на руках ну то есть нам теперь руки не нужно вот это все сами понимаете еще как раз нам нужно отдельно волосы сделать вот и все давайте сохраняем волосы так вот мы сделали нам волос давайте и теперь смотрите мы загружаем сюда ну смотрите это у нас отдельная текстура мы загружаем сюда текстуру нашу новую которая называется волосы и видите у нас теперь есть 3d волосы кому-то не интересно вот эти 3d волос вот это кто не хочет анимировать просто можете тупить так вот мы можем теперь смотрите их вот так вот анимировать но уже сами там разбраться в принципе с каждой кости ну в общем для красоты всем привет ребята почему привет потому что я уже сейчас записываю это видео ну вот вот это вот вот это то что я сейчас говорю это я записываю после того как я смонтировал ролик который вы сейчас смотрите могу сказать который туториал по анимациям и так вот я забыл сказать важную деталь ну типа видеографики что это такое реализма смотрите дело в том что когда мы делали модель ну я забыл вам сказать что нам нужно не только стереть все кроме волос все кроме волос но нам нужно еще сделать скин там где на нем просто отсутствуют ну такие вот волосы которые не висят ну вот посмотрите я забыл вам это сказать и да вы должны это сделать чтобы у нас ну вот эти у нас сначала вот такой вот скин ну не считаю это глаза и вообще модель то есть по скину вот смотрите да и волосы и одежда к миру вместе да мы должны потом ну редактировать этот скин и сделать ну то есть стереть все кроме волос и должны опять же потом редактировать но уже стереть волосы ну то есть закрасить так как будто волос здесь и не было чтобы у нас было смыть ну ой чтоб у нас было ну не как-то у тогда чтобы у нас было более ну как по реалистичному так вот просто я вам забыл сказать извините но она думаю если что вы разберетесь если надо будет то в следующем видео я покажу подробнее как это сделать также мы можем здесь вот так но также поменять цвет глазам дайте поменяю на голубой какой-нибудь я просто не помню какие там глаза вообще были если там вообще были класса на томске не лан давайте возьмем все-таки красный ну корей тоже вот ну чисто пример карие глаза да да вот сделали все дать возьмем второй слой все как можно увидеть у нас теперь у нас теперь вот такая вот woman получилось вот а ее тоже можно анимировать грудь здесь можно анимировать давайте сейчас прямо вот там все сделал анимацию смотрите ну смотрите давайте для начала я сделаю не анимацию а я покажу вам как теперь загрузить майнкрафт мир в призму 3d для этого мы выходим из призмы и заходим в любой браузер неважно сука неважно что тут неважно неважно это блять короче мы пишем скетч мы пишем скетч фаб находим этот сайт нажимаем сюда естественно мы еще должны там ну вроде по идее как помню мы должны там зарядиться давайте сейчас на зарядку поставлю свой телефон ждем тут что-то наверное да как видите тут что-то загружает джонфор фри план давайте устал даем давайте ну я в общем нажал сюда вот на вторую дух хрень да и вес прикидывал вот сюда ну по идее не пойди не не знаю не помню мы наверно должны здесь регаться или нет но я не даже не помню за реган ли я здесь или же нет ну вроде как вроде как я не знаю смотрите мы пишем ну то есть давайте мы ему ну либо в браузере вбиваем переводчик ой либо в браузере вбиваем переводчик либо качаем переводчик либо google либо яндекс переводчик теперь мы пишем майнкрафт мир у нас это блин даже можно было в принципе переводчики не брать я бы и так написал вопрос они значили и вот у нас смотрите вот тут у нас показывает как вы понимаете сами уже показывают всякие майнкрафт мире смотрите какие в мире вы сможете скачать вы сможете качать только скачать мир который бесплатный то есть ну я не помню какое смотрите это вот платный ну вот это под платный мир знаете сейчас я вам покажу платные мере ну к миру вообще мой платные модели сейчас покажу как они выглядят ну вот блин я не могу показать я не знаю где это просто смотрите платные миры это в общем это те где нарисовано где-то вот здесь или вот здесь я не помню точно там нарисован доллар это плата ну там нужно платить в общем вы не сможете это скачать также вот это вот вы тоже не сможете качать вот это вот тоже не сможете скачать потому что здесь видите нету иконки скачать вот вот это вот вы сможете качать ну то есть там где есть вот такая вот иконка вы сможете по идее скачать давайте я вот скачаю сейчас любой дать вот этот скачают он кстати у меня был я на нем что там делал уже сука да 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 ладно давайте заходим но давайте создаем аккаунт скетч фаби так я зашел смотрите мы качаем ну вот мы уже зашли на суку этого мира и мы качаем оба джи мы качаем оба джесси ну zip все правильный лайк не хотите пожалуйста не пейте тапком и мы ждем пока у нас качается не сосал ты там упала пизда там светился мой хуй играла хуя да я сигма я пью женщин я настоящий сигма короче у нас качалась моделька давайте мы заходим в наш проводник также заходим внутреннюю память и давно light вот сейчас мы видим minecraft world давайте вот тоже скопируем вот сюда нам ничего больше не мешало давайте его тоже нужно распаковать после того как мы распаковали мы сейчас давайте найдем вот мы заходим сюда у нас здесь есть текстуры ой что такое ладно у нас тут есть текстуры и также мы опять распаковываем мы смотрите мы заходим в source и опять распакован вот этот вот минивейс вот мы распаковали а здесь у нас есть теперь текстуры опять же которые нам нужны и есть что это такое а есть короче два формата ну этой карты дан нам нужно скачать оба же но я не знаю металла вот ну как бы подходит или нет но я оба же обычно себя качаю везде оба же если призма 3d давайте мы в призме уже в нашем проекте и загружаем туда наш так сказать наш мир у нас идет импорт импорт давайте подождем и так смотрите у нас теперь все в таком вот типа маленьком виде минивейс вот как видите теперь смотрите а нет я не надо теперь мы вот заходим видите да вот до хрена все всякого мусора вот давайте мы вот ну нажмем на любую в общем смотрите у нас есть дофига вот таких вот штук и мы должны им всем дать текстуры для этого мы нажимаем ну проще мы должны нажимать на любое ну вот на вот эти все в общем должны нажимать вот сюда вот ребята так вот не нажимайте потому что вы меняете ну вы нажимаете не на вот это а вы меняете но от фиру текстуры вот смотрите сейчас этим покажу сейчас где давайте вот мы возьмем дерево смотрите вот не нажимайте вот ну как сказать вот знаете я поменялся да вот не нажимаете вот на другие вот такие вот штуки потому что вы им будете просто менять текстуры как бы вы не будете но менять предмет или так далее вы будете просто менять ими текстурой плеть давайте поменяем на нашу текстуру белый цвет и все вы должны нажимать вот так вот ну понимаете о чем ладно давайте сейчас такой play давайте текстура плюс и берем нашу текстуру мира которая по идее должна было загрузиться что ли окей она не загрузилась почему-то давайте пойдемте посмотрим что ли сейчас да она у нас не загрузилась для этого мы сейчас нажимаем на эту фото что ли посмотреть краска вот смотрите открываем его в краскам и made bank давайте его там откроем почему бы нет вот как видите мы зашли в краску мы нажимаем сюда мы нажимаем настройка холста нажимаем размер изображения ой блять извините это по привычке короче мы нажимаем вот на вот эти три полоски экспорт пнг и пнг прозрачный и окей все мы сохранили все заходим нашу призму 3d и теперь мы можем вставлять текстуры это как бы сказать почему я начал сначала туда заходить потому что это просто по привычке ой что за хуйня все и давайте налаживать на каждую такую штуку текстуры просто повторите за мной нажимаем плюс нажимаем галерея взял нашу текстуру вот она осветилась и вот так вот по очередности ребят только смотрите можно нажимаем на плюс а вот уже здесь есть готовый то есть экспорт смотрите мы нажимаем сюда текстура и вот наш экспорт это которому сохранили нашу фото и вот так вот очередной сохраняем оиск ним загружаем в общем все ребят как вы видите я уже загрузил все текстуры и теперь смотрите а нам нужно увеличить увеличить эту карту но у нас естественно будет по идее какой-то минус посмотрим видите у нас так это призма это естественно жаль что это не блендер поэтому это не самое идеальное приложение но для анимации давайте сейчас увеличим немного короче смотрите нам нужно увеличить этот мир чтобы они были как персонажи понимаете что такое вот а факт и мазафака ой ужас вот все в общем мы заложим не везде отлично ну да кстати для ребят вообще капут капут сейчас словом в общем смотрите быть поступили так фишка не лагает просто не знаю почему не лагает ну все как-то не слабо смотрите мне достаточно лагает в общем вы либо уменьшается либо увеличиваете как вам надо мир после чего берете ваш вашу модельку что давайте пролистаем вверх закроем ее и лично я возьму две модельки ну потому что сами уже поняли о нихрена себе ладно ладно я знаю что делать давайте вот его поставим сюда давайте его уменьшим уменьшиваем его чтобы он стоял в блоке чтобы он в блок помещался ну сейчас покажу как это посмотрите вот подходящий блок нужно чтоб его ноги как сказать чтоб он чуть ли не весь типа помещался в этот блок может он не был очень большим сами уже видите вот все вот у нас получился такой персонаж и так теперь мы смотрим какого он размера так не он вот и так масштаб 006 все и вот это ну так все так же делаем 006 6 блин меня вообще вели улета в нигерию вы ужас 006 и так же перемещаем туда к нашему персонажу как бы в моем случае я не буду увеличивать потому что были даже буду смотрите сейчас давайте я попробую если мне предлагать то я не буду увеличивать текст тоже поместили на блок чтоб стоял так красивенько у нас я сейчас беру но увеличиваю сейчас они как бы новые сами понимаете типа разлетятся в свои стороны кто куда я посуду у нас тут все так вот будет давайте теперь переместим их также наверх и куда-то надо они уже все нужного всем размера уже не нужно уменьшать или увеличивать потому что перед тем как увеличивать что-то или уменьшать просто зажимаете вот так вот ну сами поняли да так отлично и вот как вы видите у нас здесь есть и тени и все вот как видите у нас тени чуть получше стали и сейчас я вам покажу как работать с графикой смотрите ну с графикой для этого мы возьмем листву давайте ее покрасим зеленый то есть мы берем цвет так вот берем вот этот берем сюда лаймовый и красим вот эту вот листу в зеленом виде так как красиво становится красочная правда контраст придаем просто примеру еще вот вот этой земле придадим правильно правильно также предъявить эту земле красочность вот видите да сразу красивее стало правда это как сказать типа горный биом да и тут вроде по идее должно ну кто так быть так же слабо что с ней тоже сделаем делами и более такой красный и вода вода давайте будем трогать воду как вы думаете ушли будем давайте немного садим из задельными и синем так сделали давайте ладно применим график вот смотрите мы берем воду еще мы с ней сделаем мы мы нажимаем сюда отражение ну и настраиваем ее шипов и там как бы были какие-то что-то по типу бликов, да? Такое вот, смотрите. По вашему желанию. Вот так вот. Ну, что-то наподобие солнца, правильно? Правильно. Вот, мы уже сделали, ну, как видите, у нас теперь красивая такая вода такая красивая, да? У нас уже там отражается, вот видите, там как будто все отражается, вот видите? Листва, вот как будто солнце там видно, правильно? Красиво, красиво. Становится. Дальше мы, дальше мы сейчас на станции с вами лаву, а вы что думали? Итак, для того, чтобы настроить лаву, мы сейчас берем с вами, ну вот, убираем этот свет. Кстати, да, чтобы не лагало, мы просто во время работы убираем свет. Я только что это понял. Я просто, ну, об этом раньше тоже знал, но я как-то забыл. Давайте мы берем вот этот вот свет. где он там. Вот так вот берем и тоже придаем лаве, так сказать, ну, чтобы она светила, чтобы она тоже придавала какой-то там свет. Давайте увеличиваем яркость. поставим вот сюда вот. Вот сюда вот поставим. Потом вот сюда вот тоже. все. Дальше мы теперь опять делаем дубликат, и мы теперь делаем желтый цвет. Все, вот такой желтенький цвет у нас получился. то есть, чтобы все покрасивее было делаем. Блин. Вот так вот. Мы здесь желтый цвет сделали. И еще делаем желтый цвет вот здесь. как сами видите. Вот. Все. И так же можем мы тоже похимичить с графикой над лавой. Смотрите, мы берем вот так вот лаву. И ой, у нас сейчас походу зависло, да? Ладно, ребят, смотрите, у нас зависло, и мы должны перейти в призму. Хорошо, что вот я после ой, я я после каждого написал доброе утро. Ладно. Потом закончу и напишу здравствуй. Мы должны перейти в призму, и вот поэтому я так же объясняю. Нужно всегда после чуть-чуть не после каждого хода нужно сохранять проект. Ой. Сейчас я поверну тут. Тихо, у нас все. Пиксельное. Ужас. Где-то заглаживание. Так, в общем. Так, что там делал? Ага. Вот, видите. И давайте так же это все сделаем в группу. То есть, вот так, зажимаем, зажимаем, зажимаем. Так. Берем в группу. Давайте хайдим эту группу, чтобы у нас не лагало. Ну, от этого света. А, и смотрите, да, давайте еще вот заодно мы настроим лаву. Смотрите, мы нажимаем на лаву, нажимаем отражение. Так же здесь что-то можем вот так панахимичить. Но все-таки не советую. Как по мне. То есть, можем вот так вот максимум сделать. Вот эти вот расходим и посмотрим. Ну, да, что-то не очень тут похуделось на самом-то деле. Давайте тут посмотрим, что еще можно сделать. Все, все что угодно на самом деле. О, нефига, смотрите. Фиаско, братан. Вот, смотрите, неплохо. Я думаю. Это на самом деле больше работает как отражение, поэтому, мне кажется, это, на самом деле, получше отображается на... Вот, знаете, у нас здесь что-то не так с этой текстуркой. То есть, видите, у нас тут текстура не очень. Поэтому мы берем, мы видим, что тут отдельная текстурка и делаем эту текстурку ну, как лава, в общем. Теперь у нас, видите, да, тут лава, теперь вот такая вот графика как бы. Так, и давайте еще возьмем white. Все, и у нас получается ну, примерно вот так вот все и получается. там лава светится, вот здесь солнце светит. а теперь мы займемся, ну, как... ой, блин, смотрите, мы можем также сделать блака, да, и это правда, смотрите. Блин, если правда найду, ну, короче, в общем, мы берем план, увеличиваем его, вот так вот увеличим, хорошенько, нажимаем текстура и вот так вот нажимаем на плюсик, галерея, и теперь мы ищем текстурку облаков, вроде, которые я поеде должен был качать когда-то где-то там. Ребята, короче, я не смог найти облака, к сожалению. Я не помню, где их раздобыл вообще, но я помню, как я сделал облака и солнце, в общем, потом как-нибудь найду, что ли, и скину в телеграм-канал. Окей. Давайте приступим дальше, смотрите. Мы дальше берем камеру. Я вам уже показывал настройки камеры. Мы берем камеру и можно здесь поставить голубой свет, то есть небо. Вот так вот возьмем, да. и возьмем солнце. Нам правда облаков не хватает и не хватает этих, ну солнца и я даже луну могу сделать. Но это наверное не сейчас. Могу в следующем туториале, ну туториале, если это видео наберет 100 лайков. ладно, ну не знаю, хотя бы 50 что ли, ну естественно, потому что это туториал, да, это тоже нелегко, да, особенно это вообще возможно, так как просто туториал набрал более тысячи просмотров, поэтому давайте вы можете если ну если вы наберете здесь 50 лайков, то я сделаю следующий туториал на то, как сделать солнце, ну или луну и как делать облака, ну и как вообще улучшить графику. Итак, смотрите, мы взяли ну камеру, и у нас теперь есть как бы небо. Ну давайте мы теперь вышли с камеры, блин, и давайте заходим вот эти вот освещения. И давайте я вам только я вам смотрите, я вам не буду сегодня показывать, ну, анимацию чего-то такого прямо запаренного. Я вам сделаю анимацию стойки. Ну, в общем, я вам покажу, как сделать анимацию максимум, как сделать анимацию дыхания. ты стоишь и дышишь, да? Смотрите, сейчас я для своей модели сделаю тут. Смотрите, как мою модель сделать. Значит, мы сначала уходим второй слой. так, моя модель, я делаю сничью хочу. И мы создаем для бровей отдельную текстуру. Ой. так, мы создали для бровей отдельную текстуру и просто делаем их черными, черными, вот. Да. И мы берем вот это вот тоже. Тут тоже отдельная текстурка. Вот, пишем. Ой. Находим нашего... Ой, да, лоха. Господи. Так. После чего мы выключаем отражение, зеркальность. И вот здесь тоже выключаем отражение и зеркальность. Так, ну и тут тоже самое в принципе. Мы берем... Давайте обратно вернем наши волосы. Вот эти вот уберем. Ой. Господи. короче, символы можем мы просто спрячем. Вдруг они все-таки когда-то понадобятся. Так, и теперь мы возьмем наши пальцы. для этого мы давайте для начала заходим на второй слой от этой руки и берем пальцы и для них тоже создаем отдельную текстурку. Вот. Нам нужен здесь красный цвет. Вот так вот делаем, делаем, делаем. пока сами понимаете что. Пока не будет нереально подходящий цвет. Вот. Ну, где-то вот так приблизительно сделал. Видите, да? Все-таки есть различия. Я-то вижу и я-то не слепой. Мне не заскламить. Ну, вот как-то так давайте. И здесь все так же. Давайте здесь заходим второй слой. сохраним. И тоже вот здесь делаем им тоже отдельную текстурку. Все. Мы возвращаем наши вторые слои. Так, левая рука и правая. Вот. Возвращаем наши вторые слои. и теперь делаем анимацию того, как мы дышим. Давайте сколько эта анимация будет длиться? Я думаю давайте хотя бы 300 кадров. Смотрите, блин, вот бы меня сейчас вспомнить для начала. Давайте сначала сделаем неплохую такую стойку. Вот так немного подведем ногу. Так это ее повернем. Так, и вот здесь вот тоже. Так, вот здесь у нас руки все нормально с руками. Ой, так, тихо, тихо. И вот здесь вот тоже. Ну, в общем, давайте мы сразу убиваем персонажа и сделаем этот самый. Что-то наподобие дыхания. Ну, вот стоишь, да, и дышишь. Мы берем и делаем анимацию примерно, ну, знаете, я уже не помню, правда, насколько я делал. Давайте попробуем сейчас вот так на 100 сделать. 100. В общем, просто повторяйте за мной. Я беру, выделяю 0 и 100, и на 50, вот смотрите, на 50-ке у меня двигается на 0, 0, 9. Вот, мы дышим. Теперь мы, ну, вот 100, мы теперь выделяем 200. 200 и выделяем 150. На 150 мы делаем 0, 0, 9. И теперь последний шаг это до 300. Да уж, мне кажется, правда, мало, как ты сделал сейчас. А, подождите, что-то тут нечистое. Так, у нас тут 0, 0, 9. Так, тут все в порядке. А, все, я понял. Значит, вот здесь стоп, что? А, все в порядке. И 250 мы делаем 0, 0, 9. И теперь смотрите, также мы берем руки, вот, сразу выделяем две точки и сразу давайте берем 300, выделяем 0, выделяем 0, выделяем 100, ну, заранее, потому что мы, типа, делим все это на 2. Ну, я надеюсь, вы уже понимаете, как я делаю дыхание. Так. И смотрите, теперь, нет, смотрите, мы не будем уже сюда делить на 50, и мы не будем здесь на 50 делать анимацию рук. Мы теперь переходим на 100, и вот на сотки, вот так вот, двигаем их немного в сторону, вот так вот. Ну, не сильно, правда. так у нас сотка, потом 200 и опять до 300 идем. вот так вот мы премьем. И теперь нам нужно проанимировать тоже голову. Нам нужно, вот голову нам нужно уже точно по такому же таймингу, как и вот эта вот, ну, как грудная клетка. так здесь берем вот это вот 100, 100, 200, и 300. 300. Теперь также выделяем там десятку. давайте сохраним. Давайте выделяем десятку и немного вот так по камне смотрите, что у нас получается. Вот у нас получается уже более такое оживленное дыхание. Здесь мы также делаем. И вот здесь мы делаем также. Как видите, мы уже дышим. на 50 лайков я покажу вам как сделать облака и солнце и как сделать анимацию ходьбы. И еще что-нибудь. Так, и давайте тут тоже попробуем посмотрите. Посмотрите, раз мы вот этой частью не двигаем, давайте в принципе мы можем сделать анимацию дыхания. Почему бы и нет, мне никто не запрещал в принципе. Теперь мы все то же самое проделываем с вот этой обовином. Блин. Давайте выделяем на 300. уделяем 200. Блин, это было сразу и и на голове и вот да, вот выделять. Потом мы здесь тоже на голове выделяем 100. понимаете, я так много времени сейчас трачу на этот тор 100. Так, выделим 200. На самом деле я думал, что я много быстрее его запишу, а я уже его несколько часов получается, потому что я сейчас через час где-то уже должен точно начать заниматься делами, как знаете, я не той человек в этом всякий сами понимаете. Так, вот здесь на точку поставим. Ой, ну да, короче, на только вы же сами понимаете. Так, и здесь вот так вот оставим. И здесь тоже 50 берем. 250. И вот так. Так, теперь мы берем эту голову женщины. Ой, это не голова, тихо. Или что это такое? что? Подождите. А, блин, нет. Подождите. Я же помню, какой-то кости что-то там выделял. а, все, фух, все нормально. Я уже испугался. Я уже думал, я там какой-то другой кости придал тайминг. Так, давайте берем голову. Здесь также немного опускаем. Ой, волосы тоже нужно проникнуть, ребят. слушайте. И вот эта вот часть тоже, кстати, да. Ладно. Ну, ничего страшного, это мне на пользу только. А че? Так, вот так вот. 150. И 250 последний кадр нужно. Давайте посмотрим до 300, давайте проверим, как у нас останется еще волосы и руки. Мне кажется, как-то слишком сильно голову двигает. Немного так вот. В общем, в натуре. Так, окей, давайте дальше волосы нужно подвигать немного. Сами понимаете. Бизнес. Хорошо, я выстрел. писан так, сотка, то есть давайте не будем медлить, что времени тоже не резиновое. Берем 50-ку. Так, 50-ка, 50-ка. Вот. Вот, наберем 50-ку. Вот так вот анимируем сюда волосы. Здесь также берем 50-ку. Сюда также пихаем тайминг волос. И сюда также пихаем тайминг волос. Все. Теперь мы берем руки. Тоже сейчас их будем анимировать. Смотрите, мы еще также будем анимировать глаза. Вот, да, вы думали, я забыл. Нет, кстати, я забыл. Это кажется, вспомнил. Это потому, что мы сейчас пока что анимировали анимацию дыхания. Сейчас мы еще и моргания будем анимировать. Мы берем руки. Вот так вот отмечаем. Дальше 200. Отмечаем сотку. Я на самом деле не вижу эти цифры. просто вот так вот пример. Так, теперь 200 по 100 100 немного ой, боже блин мне нужно что ли не знаю я звоню я звоню дяде полицейскому кстати давайте я вот заметил только что здесь немного ноги какие-то кривые ну видимо с ногами какими-то кривыми родилась девочка ну с кем не бывает да а нет вы жите это я наверное так просто их поставил ну боже или нет или да на похуй потихоньку так подвинем кто не нашел с ним произошел так мы берем блин у меня здесь что с руками я заметил ну ладно плюнем на это правильно правильно и все делаем анимацию как будто у них руки двигаются на самом деле как-то странно знаете они прям так далеко уходят блин реально смотрите давайте еще попробуем смотрите еще хочется попробовать потому что я никогда женщинам не делал анимацию попробуем вот это вот взять вот так вот сделать сейчас ужас конечно в общем ребят я думаю что женщине можно в принципе анимацию рук не делать что смотрите они у нее и так висят жопы блин так интересно вот вот бы найти причину проанимировать эту часть тела ну да ладно на самом деле она нам здесь не понадобится блин на самом деле делать не лег но не из простых дальше мы будем анимировать к примеру ну то как мы смотрим куда чтобы это казалось еще более жире окей давайте возьмем 20 ну 20 кадр какой-то хоп видите посмотрел дальше берем вот так хоп ну типа думает такой депутат сайдик тупой хоп такой смотрит хоп такой просто часто в любое время может вот так погладить в любое место блин вот это конечно уф ну ладно не интересует не интересует так погодить то есть чувствую здесь без тайминга здесь можно когда угодно так делать только чтобы они как бы тупаясь ну я не знаю я просто я всегда обычные а вот с морганием уже как бы нужно будет тоже совмещать иногда ну если хотите правда совмещать это не обязательно смотрите мы можем сделать вот так вот наш персонаж ну начинает куда-то в другое место смотреть и мы в то время ну в то же время мы начинаем делать анимацию моргания для этого мы берем ну например кадр 20 и отступаем ну назад на 5 кадров и вперед тоже на 5 кадров но сейчас мы берем теперь перемещаем и на 3 ну в общем мы можем даже это мы просто можем сюда поставить как-то ну давайте сначала так что я сейчас вспоминаю что-то все не точно теперь попробуем сюда что-ли а вот это вот на 5 ой нет все все вот все вот смотрите смотрите ой боже что смотрите а у нас у нас мы берем вот сюда отступаем на 3 ну в общем раз два три короче берем сюда ставим и берем сюда ставим и делаем чтобы он моргнул все смотрите он моргает по таймингу все теперь он будет моргать нечасто потому что ну сами понимаете человек так может моргать в принципе нечасто это не обязательно только если глаза у него начинают как бы типа сохнуть или я не знаю как это называть в том естественно моргает поэтому человек не всегда может реально часто моргать может там прямо есть же такая игра в гляделке правильно правильно все институт который все это стоит такой думает он может даже не моргать так ну вот сделали мы ему в общем анимацию моргания вот смотрите теперь он куда-то смотрит дышит моргает заговаривать он пускай не будет не ну еще нахер сговаривает сбавает ой сбавает ну просто это же на не какая-то да я могу его в принципе бабы называть что это NPC так блин ну и в принципе ребят я думаю ей можно уже такого ничего не придавать потому что смысла просто не будет ну или хотя можно ладно давайте и после того как мы сделали ну анимацию и то и тому мы берем вот эту камеру ну смотрите все у нас наступает время рендера и смотрите мы берем наш вот эти ну типа свет и делаем чтобы он светил и вот мы получаем все готово и смотрите вот сейчас я вам покажу как раз как рендерить мы нажимаем на эти три полоски и нажимаем на рендер мы убираем watermark это водяной знак который вот может мешаться делаем пожелать максимальное качество к 4к здесь не советую вводить потому что я пробовал счет не знаю может вылететь что-то такое чисто кадров но мы делали в принципе но мы делали анимацию в 30 кадров но я обычно всегда у меня анимации в 30 кадров и а вы можете в 60 кадров делать но это правда будет сложнее я думаю так а вот мы делаем от нуля и мне нужно ровно до 300 ну здесь также можно настроить и ночь и утро вот все и нажимаем рендер все теперь ожидаем вот также можете спросить что это за кнопка это кнопка чтобы просто делать фотографию ну типа без рендера там ну я имею ввиду так блять как в общем фото зарендеренное как бы объяснить я надеюсь вы поймете сами просто фотку чтобы сделать да там будут и тень там все будет показывать все что нужно просто фото просто который сохранится в галерии все ладно ребят ждем все у нас сохранилось мы нажимаем сохранить галерию и так далее все мы уходим из призмы наконец-то я закончил свое дело новый проект и вот можно увидеть нашу анимацию вот посмотрим да хуя часто моргают грибы в общем мы сегодня с вами ну мы сегодня с вами по идее разобрались со освещением если что-то непонятно то пишите в комментариях также мы сегодня с вами разобрались с моделингом мы с вами разобрались как анимировать разобрались с моделями если будут вопросы то задавайте в комментариях я возможно сделаю ну к этим вопросам в общем если это видео наберет 50 лайков и ну я сделаю еще один видео туториал но я там уже ну как бы сделаю все ну смотрите если это видео наберет 50 лайков и вы в комментариях зададите какой-то вопрос как что-то такое вот сделать прямо офигенное ну как сказать там анимацию ходьбы что-то такое сложное то я сделаю ну по желанию я могу выбрать любой комментарий даже могу несколько любых комментариев да ну для этого вот обязательно нужно написать комментарий да чтобы попасть в видео и все такое в общем давайте за 50 лайков я выпускаю вторую часть там где я покажу вам ну немного больше ну это во-первых во-вторых я покажу вам то что вы ну напишите в комментариях если у вас какие-то вопросы будут то я на них прямо отвечу и покажу даже что-то во время видео и так же я ну сами понимаете да покажу вам как сделать там облака солнце и в общем все покажу все что надо ладно давайте всем дальше всем пока